Токсичность какая? Люди сами губят свое счастье Все мы токсики Сейчас посмотрим, что за видос Как часто вы встречаете И видите токсичных людей Это я Это я, я, я Я вижу их на просторах интернета регулярно Точнее Фу Что? Кто это сгинул? Я пропустила Для человека в коменте Вообще да Это для человека в коменте Быть токсичным в комментариях Спасибо А вот извиваться токсичностью при близких И не очень людях в социуме Это совершенно другое И к сожалению таких людей достаточно много Но беда этих людей не в том, что они токсики А то, что они даже не подозревают Что ими являются И постепенно своей токсичностью Они теряют все больше и больше близких им людей Слушай, а может быть тогда Начнем с определения токсичности? Ну типа Нет какого-то точного определения Задача этого ролика Ответить на несколько вопросов Кто такие токсичные люди И что они такого делают? Как определить Есть ли у вас большая доля токсичности? А если нет Что с этим можно сделать? Да ничего не делай Дамы и господа Если вам нравится то, чем я занимаюсь И вы считаете, что я делаю что-то хорошее То добро пожаловать на мой бусти Ладно Есть 3 эксклюзивных ролика Которых вы не найдете на ютуб канале Также жесткие и жидкие записи стримов И конечно же ранний доступ к роликам И напоминаю, что весь материал вам будет доступен за сотку Это примерно 3 булки хлеба Но если вы хотите поддержать меня на большее количество булок То я увековечу ваше имя на доске почета И буду вам экстра благодарен Ведь благодаря своим бустерам я могу существовать Всем спасибо У меня тоже есть бусти Вообще понятие токсичность очень жидкий термин Для кого-то токсичный человек Надо будет туда что-нибудь сделать в конце концов Которая язвит по любому поводу И стремится к конфликтам А для кого-то токсиком может быть Пессимистичный человек С манией контроля И эгоистичными взглядами Поэтому взгляд какого человека Можно назвать именно токсичным От человека Для меня буси закрыт Блин, жалко Ой, это я Ты токсик? Человеку разнится Но есть один общий факт С такими людьми очень сложно поддерживать социальные контакты И со временем такой человек утратит все близкие связи И как раз сложное взаимодействие с такими людьми будет являться основой моего рассказа И первый признак того, что... Ну вообще, учитывая, как ты в прошлый раз Мистера Маска обидел Или я все время путаю его имя Это мнение о том, что вы намного умнее окружающих людей Не то чтобы у меня много окружающих людей вокруг Знаете, там две кошки и Влад Ну если именно прям окружающие Прям Я на улицу не выхожу никогда Это все мое окружение Как бы тут не особо поебываешься Люблю обижать некоторых, но стараюсь не переборщить Давай не надо Вот в моем чате обижать людей, окей? А мне кошек, это точно Мяу И мнение о том, что есть какие-то 2% очень умных людей А все остальные 98 дегенераты И вы, конечно же, входите в эти 2% Так сказать, топ-10 тысяч по адекватности У меня, кстати, кошки в последнее время очень любят Они ложатся только на мою подушку прям Под мое одеяло Постоянно садятся на мое кресло И постоянно ложатся на мой, сука, коврик для физкультуры На Владином кресле Они не сидят Почему? Это что-то я типа их кошачий собрат или что это? Да, блин, да я не люблю в попу Что это? Сейчас убью всех, блин! О боже Это, конечно, все звучит очень прекрасно Я, я сделаю тебе шорт Один шорт сделаю очень-очень специфичный Ты меня надоумил на мысль Красный и по элитарному Но реальность заключается в том, что И даже если эти 2% существуют То, скорее всего, вы в них не входите Что? Вообще, понятия интеллекта, ума Это очень абстрактные вещи И каких-то объективных мерил в этом плане не существует Странно, обычно кошки больших парням лезут Но что-то их привлекает, не знаю что Очень легко можете решать задачки по логике Но это может вам не помочь Не купить непросроченное молоко И провести незабываемую ночь в туалете Или не оказаться жертвой манипуляции другого человека Люди, которые считают себя умнее других Чаще попадаются на манипуляции Потому что играться на их эго очень легко Но основная причина, почему жить в такой парадигме плохо Вы автоматически принижаете своего собеседника Думаете, что он не поймет какие-то заумные вещи и прочее Хотя это, скорее всего, вы не понимаете предмет так Чтобы объяснить это практически любому человеку И получается, что вы уже пренебрежительно относитесь к людям А это зачастую токсично И таким подходом страдает большое количество людей Вы просто все тупые В детском возрасте я думал, что я конкретнее умнее других людей Не могу разговаривать на какие-то заумные темы А другие не могут этого сделать И у меня возникала очень большая когнитивная ошибка Что меня окружает одно бытво И мне не с кем поговорить Но когда мне стало больше годиков На самом деле, меня и вправду окружало быдло Только оно было токсичное быдло Которое, типа Наоборот, думали, что я не самый умный У меня обраточка Блядь, из-за вас плохие шутки теперь в голове Тихо! Не надо плохие шутки Думаешь, что ты умнее других, это еще ладно Но когда ты начинаешь это другим втирать Тогда токсик придет Ну да Токсичность, токсичность Так вот, это свойство вещества способно вредить живой природе Я живая природа, кста Я стал понимать, что это не так И это проблема И с этой долей токсичности в семье я борюсь до сих пор Чаще человек думает, что другой человек тупой Потому что они находятся в разных рамках восприятия мира А то есть, если собеседник находится в каких-то других рамках измышления Да мы уже смотрим видос То он априори тупее, чем я Потому что не разбирается Ну а нет Если погрузить вас в одни и те же условия В какую-то новую парадигму То есть немалая вероятность Что ваш собеседник адаптируется к ней быстрее, чем вы И кто из вас уже будет тупым Как правило, у людей есть аргументы Почему они придерживаются того или иного мнения Или системы поведения И возможно, эти аргументы будут даже лучше, чем есть у вас Просто в силу своей упертости вы не можете их принять И это как раз второй параметр токсичности Вы не умеете нормально признавать свои ошибки Причем не обязательно прилюдно, а внутри вас самих Сюда же можно добавить отрицание какой-либо вины с вашей стороны А что, если я не знаю Умею признавать свои ошибки или не умею? Ну, типа Вдруг я просто сделала какие-то ошибки А я даже не поняла, ошибки это или не ошибки Ну, типа Кто я тогда? Я полезла под стол, да Вы облажались и постоянно ищите отговорки Это очень часто видно в отношениях Когда вы просто не будете признавать себя виноватым И у меня тоже были и есть с этим большие проблемы Но с другой стороны Непринятие своих ошибок и вины Обусловлено нашей психикой Потому что вина это для нас что-то страшное Что-то проблемное Что-то обидное И признание собственной вины Очень двоякая тема Потому что вину вы можете принять слишком близко к сердцу И после этого истязать себя день за днём Это неправильно И это уже токсичность к самому себе Токсичность не в принятии ошибок Начинается с того, когда вы их начинаете полностью отрицать А то есть любое ваше действие Безусловно правильное А как вы понимаете Любой человек склонен ошибаться И быть полностью правильным Невозможно по определению Что вообще можно сделать с этими двумя пунктами? В плане ошибок Нужно действительно тренироваться их признавать Лишь осознание того Что путь человека по большей части состоит из ошибок А не правильных действий А что если я наоборот думаю Что я слишком тупая И всё что я делаю это хуйня Начнёте относиться к ним более лояльно И более правильно Ошибки и их признание Это часть вас Которая должна произойти Если эта ошибка кому-то навредила Вы должны обязательно извиниться И признать, что вы были неправы Но это должно осуществляться Без какого-то массивного эмоционального груза И это принятие ошибки Лишь должно побуждать вас Её немного исправить Это жизненно Но если человек говорит, что вы недостаточно искренне извинились Недостаточно прочувствовали свою ошибку То токсик уже он Потому что желание увидеть страдания Человека, который совершил ошибку и признал это Это очень большая мера токсичности Будьте с этим поаккуратнее А что касается поведенчески интеллектуального нарциссизма Таким людям достаточно долго придётся над собой работать О, я даже знаю, кто это Потому что признание, что существуют другие вариации Как жить и как думать И они имеют полное право на существование И не являются чем-то хуже, чем ваша парадигма мира Признание этого бывает очень сложным И здесь есть достаточно простой совет Воспринимайте альтернативное мнение Не как угрозу вашим устоявшимся ценностям Часто информацию, которая не схожа с вашей Воспринимается в штыки Потому что вы боитесь, что ваша картина неправильная И она разрушится Но изменение вашей картин восприятия Не является чем-то страшным и плохим Многое в нашем мире меняется И к этому приходится адаптироваться Поэтому всё же стоит научиться Слушать альтернативное мнение Без какой-либо ненависти и злости А что, если я Всегда принимаю альтернативное мнение других людей? Как это называется? Я типа вообще не фильтрую, бывает Я только последние годы начала хоть немного фильтровать А до этого я такая О, мне говорят вот эту хуйню А, верю Потом мне говорят противоположно А я такая, а, да, я верю Садист, мазохист, нарцисс, стример Да как это? Одновременно всё вместе Извиняться ещё тяжелее, ещё раздражать Извиняться за какую-то, например, компанию А, за кого-то В колл-центре, в котором работаешь А, наверное Я никогда такого не работала На выбер-серкле выглядит так Угова Я никакой не смотрела Вы можете её не принимать Но просто ознакомиться И кто знает Возможно, когда-нибудь это вам пригодится И вы станете чуточку мудрее На этом канале я потратил достаточно много сил и времени Чтобы посражаться с дофаминово-тестостероновыми адептами Бля, кстати, я этот видос смотрела Я полностью, блядь, с ним согласна Я уже как-то высиралась об этом в Дискорде По этому поводу Типа, блядь, заебали меня вот эти вот Ты зависимый Фу, блядь Многие их советы я считаю полной ересью Тем не менее, такой альтернативный контент я тоже смотрю И когда спустя 10 каких-то шизотеорий появляется что-то действительно хорошее Из их слов я могу признать эту концепцию, что она правильная Допустим, некоторые адепты советуют приседать ради тестостерона и здоровья Считаю ли я, что приседать ради того, чтобы у вас поднялся тестостерон бредом? Да, считаю, что приседание полезно для здоровья Тоже да, я советую приседать именно с этой целью Потому что ноги это наше второе сердце Но давайте я в этом ролике не буду в это сильно углубляться Суть в том, что признавать идеи, которые кажутся вменяемыми Даже от тех людей, которые вам не очень нравятся Более правильным, чем полностью отрицать их И научившись это делать, вы станете менее токсичным Третий признак того, что вы являетесь токсиком Чрезмерно язвительные шутки Знаете, я люблю шутки Я считаю, что юмор должен быть без границ Но я понял Это что, мой чат? Приседать много минус колени Там надо еще уметь приседать Надо приседать на 90 градусов, а не полностью вниз Идеально полностью вниз, тогда нельзя Тогда будут болеть колени, да Я понял, что с определенными людьми я не могу шутить некоторые темы ради баланса вселенной И чтобы хоть как-то сохранять социальные отношения Я люблю шутить черные токсичные шутки И потом у меня компания есть люди, с которыми я могу шутить обо всем Но также я дружу с людьми, у которых есть одна-две табулированных темы Я, кстати, хотя у меня было в планах сделать анимацию для приседаний Типа я приседаю, короче, и озвучиваю приседания Короче, можно будет приседать вместе со мной Вот, как вам такая идея? Тогда я не токсик, потому что я, да Я никогда на стримеры не шутил Как скажешь Такие ограничения я принял далеко не сразу Но потом понял, что это не такая весомая жертва, чтобы сильно стоять на своем В первую очередь это может показать, что вы уважаете человека, а это благородно Хотя в моей голове до сих пор происходит борьба Пошутить и обидеть человека Либо остаться в более-менее приемлемых отношениях Но навык социализации чаще выигрывает Здесь нужно понять, что такие уступки это не измена вашим принципам А вы просто улучшаете умение социализироваться Четвертый пункт нашего хит-парада токсичности Занимает постоянные жалобы на жизнь Сюда бы я еще включил излишнюю обидчивость Я не спорю, что жить эту жизнь достаточно тяжело И хранить на себе большой психологический груз это плохая идея И когда у вас случилось что-то страшное, тяжелое С чем вы хотите как-то поделиться Вот это лично моя проблема Да, тяжко мне быть стримером С обидками Хотя я уже забыла почти всех придуроков, которые мне писали Или возможно получить какую-то поддержку среди друзей или своей девушки или парня Просто выговориться или получить какой-то совет или помощь это абсолютно нормально Но это не нормально, когда ваше общение состоит только из ваших проблем Вы должны понимать, что в общении с близкими людьми Вы должны давать больше позитивного настроя, чем отрицательного Потому что люди просто психологически не вывозят столько негативизма И просто чтобы сохранить свою психику, они отдалятся от вас, вот и все Потому что чтобы не полететь глухой, человеку нужно больше положительных эмоций, чем отрицательных На самом деле у меня был такой знакомый очень давно Он вроде как пытался мне в чем-то помочь, но он говорит постоянно только и делал, что говорил Какое все вокруг отвратительное Как все плохо Как все ужасно А я, короче, я не выдержала, я, блин, забанила Я такая, типа, ну я не могу только говна терпеть в своей жизни Что за прикол? Да, да я там вне контекста опять сказанула Блин, он взял, заклипал Так что можешь в клипах найти Но если человек заранее знает, что он придет к вам и получит только отрицательные эмоции Это убивает все желание продолжать общение Причем это работает и в дружбе, и в отношениях Вообще взаимоотношения между людьми созданы для того, чтобы получать больше Лучше молчать Ну, нет, там было прям вообще пиздец Иногда поныть-то можно, а именно прям 24 на 7 Вот жить вот в этом негативе Ну, я просто ебнулась, блин Поэтому иногда они говорят, что у меня на душе Ой Ах, ты скинул ему Не, выговариваться-то надо Правда, надо знать, кому можно выговариваться, а кому нет Я успев Привет Мы тут, да, видосик смотрим Позитивных эмоций, чем решать отрицательные И если вы ломаете этот баланс И с года в год жалуетесь на одни и те же темы И не делаете ничего, чтобы их решить Я уверен, что весь ваш круг общения просто от вас отвернется И не потому, что они плохие люди А потому, что они жалеют свое психическое состояние И вы должны понять, если вы в своей жизни только делаете, что жалуетесь своим друзьям И педалируете этот негативный настрой Вы делаете хуже даже не им, а себе Потому что вы из раза в раз жуете эту жвачку, которая не заканчивается Да, это правда Зацикливаетесь и происходят так называемые психологические руминации Которые по итогу еще больше отдаляют вас от решения этой проблемы И вместо того, чтобы слегка абстрагироваться Повеселиться с друзьями И получить какой-то эмоциональный заряд положительный Который в дальнейшем может помочь Решить или пережить печальное обстоятельство Вы теряете все больше положительных концептов в вашей жизни Делая вашу жизнь еще хуже и еще печальнее Куда эффективнее накопить несколько тысяч рублей И сходить на два сеанса к психологу Чтоб найти хоть какие-то инструменты для решения вашей проблемы Вместо того, чтобы месяцами грузить себя и своих людей Я не услышал, значит не было Я считаю самым золотым концептом вообще людских отношений Это на одну негативную эмоцию найти три позитивных Они могут быть маленькими и незначительными Но тем не менее это улучшит ваши взаимоотношения Если вы будете менее обидчивым Это тоже улучшит ваши социальные навыки Все люди совершают ошибки и это стоит принимать Но здесь стоит провести достаточно жесткую черту На действительно серьезные проступки Вы не просто имеете право обижаться Вы имеете полное право послать человека нахуй И не важно кто это Блядь Девушка, клиент семьи Даже мама и отец Эта планка херовости должна быть достаточно высокая Чтобы не обижаться на каждого человека в вашей жизни Но если она пройдена, вы имеете полное право порвать с любым человеком ваши социальные контакты Это же не я сказал Что если я иногда не знаю как правильно выразить эмоции Ну типа я не умею их выражать Мне иногда кажется, что у меня есть легкая степень аутизма Типа реально Как есть Но я пытаюсь Но иногда выглядит так, как будто бы я делаю это фальшиво Я иногда смотрю записи А я такая типа А я такая типа Ну блядь Ну что за хуйня Ну оно же не так должно быть Аутизм это гиперсенсуарик Нет, не про то, что я тупая А про то, что я не понимаю, как правильно выражать чувства Про это И не всегда понимаю эмоции других людей И что с ними делать Уродами только потому, что вы так думаете Ну вы же честный и искренний Нет, вы долбоёк У вас просто отсутствуют основы принципов социализации Как раз из-за такой херни некоторые люди и боятся быть Потому что Возможно тебе не кажется так А я как бы на самом деле не так Короче Оно внутри немного не так, как снаружи Все люди немного Ладик Адик 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 Можешь удалить сообщение О боже А почему мне это в Бонворде не стоит Сори Сори Тут нельзя такое Иначе меня забанят Вместе с тобой Для этого придумали смайлики Ну, кстати, да Смайлики мне хорошо помогают Я их дохуя нарисовала Проходил тест на психа и провалил Познаемые чувства по моему лицу Я это на самом деле не совсем понимаю Что значит этот смайлик Он типа злой Да хватит асу писать Все люди немного аустистичны Окей Я немного умерла Быть искренними Потому что они думают Что их могут высменить Как-то не так понять Или использовать их искренность Против них же самих Но чаще это надуманная опаска Потому что использовать искренность Против вас же Немного живет Невозможно Да и тем более Я уверен что Ладно Немного поживу Окружение просто не сможет И не знает как это сделать Люди очень плохо умеют Использовать информацию О других людях Поэтому сломать вам жизнь В целом особо-то и никто не сможет А то что вы становитесь Более замкнутым Менее открытым Люди чувствуют И хотят меньше с вами Контактировать И без этого умения Вы просто не сможете Налаживать тесные взаимоотношения Что дружеские Что в отношениях Шестой пункт связан Не совсем с токсичностью А скорее с вашим внутренним состоянием Вы не можете Более менее Искренне Радоваться Успехам Близких вам людей Ну это конечно Уже совсем Какая-то Крайняя стадия Ну А Немного Живи много Это я Это я День Блядь Как читать А ну Не немного Живи много А Это я Деньги зарабатываю Выходят Отдалки Ну в смысле Как раз на них поживаете А тоже не стоит Писать Все названия Психологические болезни Как оскорбление Это повод для бан Ну да Да Причем Ты просто забываешь Что вообще Есть такая болезнь Вот в чем моя проблема Понятно В чем именно Последний Или предпоследний Это не оскорбление А скорее Черта Общего восприятия людей Ну В целом В целом Да Но для Для отвеча Ты ему Хуй объяснишь Подчеркиваю Близких Вам людей Вам не надо Уметь радоваться За каждого Встречного Но если вы Слышите Об успехах Близких Вы испытываете Какую-то Зависть Агрессию Тоску То Это Небольшая Проблема Я понимаю Когда Мне иногда Кажется Что Моим Успехом Не могут Радоваться А что За этим Делать А вот Непонятно На вашей жизни Что-то идет Не очень Вы стараетесь Но мало Чего Получается И в этот же Момент Вам говорят Что какой-то Близкий Ваш человек Добивается Успеха Радоваться За него Не особо Хочется Потому что Вы все еще В дерьме И его успех Вас не вытащит Здесь просто Стоит понимать Что его успехи Не обесценивают Ваши Если ваш человек Что-то достиг То скорее всего Сможете и вы Потому что Все равно Мы подбираем Свой социум Близь нашего уровня Поэтому нужно Время И действия У меня у самого Были проблемы С этим Я не мог Радоваться Успехам Своей девушки Или успехам Своих друзей Меня грызла Какая-то Внутренняя скорбь Но я пересмотрел Взгляды на этот счет И теперь могу Порадоваться За своих близких Потому что Разделение Такой радости Делает нас Ближе Ну и седьмой Пункт Самый простой Вы не умеете Держать свое Обещание Здесь все Здесь все просто Если вы что-то Обещаете То вы должны Это выполнить И не обещать Того Что вы не можете Но если у вас Не получилось Ну не У меня такого нету То если не извиниться И идти дальше Я всегда делаю Что обещаю Здесь все просто Это базовая Человечность Некоторые могут Мне возразить Но есть у меня Эта токсичность Ну и что Вот такой я вот человек И имею в себя С людьми Вот так вот Кому-то не нравится Он уйдет Из моей жизни А кому-то будет Более-менее И он останется И как бы да Но к сожалению Такой посыл Не будет работать Вечно Чем старше Мы становимся Тем нам Сложнее Удерживать Имеющиеся Контакты И все тяжелее И тяжелее Заводить новые Сейчас все больше И больше людей Становятся Одинокими Люди не знают Как социализироваться Имеют мало Или вообще Не имеют друзей Часто расстаются Не понимают Как взаимодействовать Вместе И все это Приводит К тревожности К одиночеству И многим другим Траблам Которые По итогу Придется Исправлять Итоги Не забивай Свою бошку Дерьмом А К К Котику Для того Чтобы его Человек Любил Можно Вообще Никак Не напрягаться Будьте Котиком Мяу Что Что там Что там Происходит Что происходит Ну аутисты Что И чё Ладно Да никто Вроде Никого Не оскорблял Происходит Тотальное Оскорбление Всех Хорош Конечно Токсичность Является Лишь одной Из причин Одиночества Людей Аутисты Можно Говорить На твича Ну это же Просто Диагноз Типа Они есть Но это Является Весомым Фактором Люди Часто Задаются Вопросами Почему У них Нету Нормальных Отношений Ну есть Вероятность Что вы Токсик Если вы Страдаете Одиночеством Находясь В каком-то Более-менее Крупном Городе У вас Нету Либо Практически Нету Друзей Вы Часто Расстаетесь С партнерами То Вполне Возможно Что вы Пассивно Агрессивный Токсик Токсики Не обязательно Сверх Агрессивные Самоуверенные Люди Они могут Быть Застенчивыми Находиться В самом Себе Изучать Пассивную Агрессию И Взаимодействовать С такими Людьми Очень Сложно А потом Когда люди От них Отстраняются Они еще Думают А почему Их все Предают Да просто Никто Не хочет Жить В точно Таком Же Мире Как и вы Где все Печально Страшно И есть Лишь Только Одни Враги У человека С самого Рождения И до Конца Его дней Никогда Не было Врагов А не Есть Лишь У нас В голове Ни у Одного Человека Нету Врага И когда Мы это Поймем Жить Нам Станет Преще Ну Хуй знает Последнее Утверждение Довольно Спорное Есть иногда Люди Которые Специально Хотят Тебе Поднасрать Как бы Хотите Я скажу Что нельзя Здесь Говорить Без Негатива Да не Надо Все Тихо Добро Пожаловать Что спорно Какие у тебя Враги Ну Блин Ну Есть же Всякие Люди Которые Специально Хотят Мне Поднасрать Ну Типа Вот Против Меня Было Целенаправлен Трампли Против Меня Тоже В школьные Годы Особенно Ну Типа Вот Такая Вот Спорная Тема В общем Видосик Норм Я ставлю лайк Это не враги Ты хейтер Ну Тонкая грань Знаешь Между врагом И хейтером Вот Так вот Мы сейчас Идем на паузу Да Я иду Сейчас На паузу Да Владик Ты Сучка А Ты Какой Тонкая грань